Ира молилась с этим обетованием, что прости у тебя народа, а перед этим написано, Бог говорит, ты сын мой, это очень важно понимать, я родил тебя, то есть ты сын, рожденный от меня, и понимаете, потому что когда мы просим квартиры, машины, это мы не рождены еще от Бога, потому что сыновья рождены от Бога, они думают народами, мне говорят, ну да, это твое такое призвание, да это не призвание, я сын Бога, которому Белоруссия принадлежит, вы понимаете, у меня менталитет Бога, дух его, ну, я родил тебя, до нас должно дойти когда-то это, потому что когда мы думаем какими-то там, знаете, вот рыбалками, ну, это хорошо, конечно, но надо родиться свыше, ну, может быть, родиться, услышать слова эти, что ты, сын мой, я родил тебя, то есть, ну, мне нужны на земле партнеры, которые думают народами, городами, и здесь вообще нет вопроса с какой-то национальности, там, белорусты, или там, слава Богу, просто это потрясающе, я так вдохновлен всем, и у меня просто, я, ну, наполнил любовь, мне просто хочется всем вам признаваться любви, осветы, да, да Вадима, да Гены, просто всех вас очень люблю, и причем, ну, так реально, не то, что там я, знаете, выдавливаю себя, я столько, я чувствую такое тождество, ну, я чувствую, что я не просто, знаете, вот какой-то, Владик говорит, пришел, я у себя дома, я, вы мои родные, у нас всякое в жизни бывает, но мы вместе, мы в Доме Божьем, мы в Его, мы в одной лодке, понимаете, как помните, Иисус сказал, понудился, отходи в одну лодку Петра и Иоанна, может, они не хотели быть в одной лодке, может, им в разных хотели плыть, а Иисус понудил им в одну лодку, и сказал, переправимся, короче, мы в одной лодке, может, кому-то не нравится чей-то шнобель, но мы в одной лодке, Иисус, короче, нас в одну лодку, потому что Он хочет, чтобы мы переправили на другой берег наши, наши, наши народы. Я благодарю, что вы мне дали сегодня возможность поделиться мыслями, где-то, за скольки, Володя, можно, ну, где-то минут, наверное, 20 минут, да. Хлебопреломнение, да, хорошо, и я поделюсь, конечно, и поехали, Вадим попросили, что я с ними делился некоторыми мыслями по поводу там прочитанной книги, которую мне Светлана с Глебом, я у них ее выкрал, ну, как бы выпросил, они меня благословили, но я ее захватил, я чувствовал, что, потому что для меня книга – это очень важная вещь. Вот молодежь, вот, я ехал недавно и думал, вот, как быть успешным вообще человеком, бизнесменом, предпринимателем, много можно вещей, то-то, то-то, то-то. Самое главное, запомните, вот я вспоминаю свой жизненный опыт, запомните, самое главное, всегда учитесь, будьте учителем, задавайте вопросы. Иногда вам будет казаться, что вы дураки, потому что, ну, все понятно, и все ага, ага, это все дают вид, ага, ага, на самом деле никто ничего не знает. И нет человека на земле, который бы все знал. Согласны или нет? Все даже самые умные могут. Согласны со мной? Не смущайтесь. Поэтому всегда учитесь, всегда учитесь, читайте книги, сейчас столько много всего. Я поделюсь некоторыми вещами этой книги, но я ее, она в интернете доступна электронно, бесплатно, поэтому я вам дам ссылку или что-то, и обязательно вы должны ее прочитать просто. Книга Пасхавера «Кем быть?» Пасхавера «Кем быть», по-моему, да? «Кем быть?» Это книжка вашего, нашего современника, он является каким-то, аналитик, советник президента Порошенко, и мы уже договорились, что он даже приедет в Беларусь, привезет лекции у нас в ближайшее время. И я с ним, ну знаете, у меня есть с ним о чем поговорить. Я помню, встретил в Америке одного очень такого пожилого лидера, пастыря, писателя, и когда он вышел, он нам начал читать лекцию, я читал его книги просто. Ну все сидят такие, ну что такое, этот дедушка говорит, они не представляли, кто выступал. И я к нему подошел, начал, ну, рассказывать его о книгах. Он смотрит на меня просто, он просто, ну, поэтому, понимаете, иногда такие старички, ну, поэтому читайте, развивайтесь. Ну, и хочу вам такую рассказать коротенькую, коротенькую, коротенькую историю реальную. Ну, первое, хочу местописание, пожалуйста, взять, потому что у меня вот, я записал себе такие тезисы, мысли разные, но хочу прийти все равно к одной мысли, к которой мы должны все прийти, что происходит на Украине, и почему это происходит на Украине. Вы должны видеть, что на Украине не воюют пули и не воюет Донецк или Россия. На Украине происходит борьба мировоззрений, вы должны понимать. То есть на Украине борьба мировоззрений. И одно мировоззрение, в котором нет ценности, оно не будет договариваться, вы должны понимать. У меня в Минске офис, и возле офиса, где-то метров 600 от офиса, есть кладбище, в котором похоронено 250 тысяч белорусской интеллигенции, расстрелянной этим мировоззрением. Ездят машины, дороги, вот у меня возле офиса, я иногда своих директоров и работников вожу туда, показать, что происходит с страной, когда праведники решили на рыбалку есть. Только. Это хорошо на рыбалку. Но только если на рыбалку, потому что если праведники не наследуют землю, как Сергей сказал, и в самой праведности есть жизнь, есть созидание, то ее наследуют грешники, в которых есть разрушение и смерть. Иисус сказал такие слова, кто не со мной, тот против меня. Это Иисус сказал. А мы знаем, что когда Иисус говорит какие-то слова, Он говорит что? Истину. Что такое истина? Истина это оригинальная информация ценности жизни для человека. Это не просто мысль какая-то, не философия, это оригинальная, стопроцентная информация, которая должна стать парадигмой, мышлением человека. Он сказал, кто не со мной, тот против меня. Вот это истина. Она должна нас освободить. Я не с ним, но я такой. И кто, Он сказал, не. И кто не собирает со мной, тот растащает. То есть нет такой, знаете, пассивной состояния. Я как бы такой неплохой. Нет, ты либо собираешь, либо растащаешь. Это, конечно, для гуманного общества очень плохо, потому что я никому ничего не должен, я слышу. Пожалуйста, и так далее, и так далее. Но все утро меня сверлит это местописание апостола Павла. Я должен еленам и варварам. Кому там еще? Римлянам первым. Я должен там, Римлянам первая глава, по-моему, 24 стиха. Еленам и варварам. И я должен кому там? Обрезанным и необрезанным. Апостол Павел вдруг, когда познал Христа, он сказал, что я должен. То есть он по-другому свою жизнь. Он говорит, я теперь буду собирать свою жизнь. И очень такой тезис тоже, третий, хочу вам закинуть тезис. Это одного из, по-моему, Кови сказал, что если мы не будем осознанными приверженцами к важному, мы будем неосознанными приверженцами к неважному. Если мы не будем осознанными приверженцами к важному, кто со мной, кто собирает, мы будем неосознанными приверженцами неосознанными. Поэтому чувства вины у нас не будут. Потому что мы это неосознанно. Но мы неосознанными приверженцами к неважному. И я хотел бы, чтобы за этих 20 минут закинуть вам вызов новый, чтобы мы осознанно. Вообще жить нужно осознанно, друзья мои. Согласны или нет? А что такое осознанное жить? Это понимать последствия. Неосознанное. А что? Аля? Оля, где ключи? Осознанная жизнь, она другая. Осознанная жизнь, она другая. Мы должны понимать, что наши молитвы должны быть осознаны. Наши действия и так далее, и так далее. Коротенькая история. Был, жил на земле очень хороший мальчик. Любил Иисуса. Мордахей Леви. Кто не слышал о нем? Никто не слышал? Сергей слышал. Кто еще? Вы знаете, мы не слышали о нем. Но благодаря этому мальчику сегодня война на Украине. Этот мальчик жил, любил Иисуса. Писал стихи. Но этого мальчика почему-то не научили. И я, честно говоря, ответственный все-таки наш, как пасторей Сергей. Не научили самому главному. Самому главному. Чего я, я не знаю уже, десятки лет просто, просто бомбардирую сознание белорусов. Даже в какое-то время на Украине бомбардировал, лет так 15 назад. Что Иисус Христос одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Что Иисус Христос кровью Своею искупил нас от всякого рода, от всякого колена, из всякого племени. И сделал нас царями, священниками. Он сделал нас, чтобы мы царствовали на этой земле. Иисус Христос говорит о себе, что Он камень, драгоценный, краеугольный. И верующий в Него не постыдится. Иисус Христос говорит о том, что нет другого основания, на котором ты должен строить свой бизнес, свою семью, свое служение. Это единственное основание. Это искупление. Мы искуплены. Это очень важно понимать. Потому что если у тебя нет основания в своей жизни, если нет фундамента, тебя легко выбить из колеи. Легко. Религия полна идей, как достигать Бога. Согласны или нет? И вы религиозные люди многие. Вы молитесь иногда. Кого-то Иисус Христос ничего не сделал. Иисус Христос 2000 лет тому назад сделал очень многое. Сергей правильно сказал, что мы уверовали, но потом нужно держаться этого. Твердо держаться исповеданием вашего. Показать в этом. Стараться, как сказать, приложить все старания, чтобы не упустить это великое обетование. Он сделал нас царями-священниками. Благодатью мы спасены. Послушанием Его одного. Мы кто сделались? Праведниками. Не наше послушание делает нас праведниками. Ну, это тема искупления просто. Но я не буду об этом говорить. Я вам дам маленькую идею, что вы должны учиться в моей школе. И мы даем 10 часов об искуплении. 10 часов о вере. 10 часов о потенциале. 10 часов о управлении. 10 часов о мировоззрении. 10 часов о мышлении. 10 часов о планировании. 10 часов, что нам делать завтра. 70 часов. Как мне вам за 20 минут рассказать все? Так вот, этот Мардахей Левий, Светлана, встретился, не помню фамилию, тоже какого-то еврея. И тот ему, знаете, рассказал, слушай, что ты придумал, дружище мой? Бога нет. Это все мистика. И так далее, и так далее. И этот Мардахей Левий превратился в Карла Марса. И стал, написал труды, которые доказал, что бытие определяет сознание. Бога нет. Все материально, все это иллюзия. И благодаря этому мировоззрению, марксистному мировоззрению сегодня живут множество народов. В том числе сегодня. Бытие определяет сознание. А моя Библия говорит, и мой Иисус говорит, что вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было у Бога. И все через него начало быть. И поэтому для меня вопрос процветания, это не вопрос страны, а вопрос твоего мышления. Что у тебя в голове? Поэтому если ты уезжаешь куда-то, думаешь от бизнеса иметь какой-то доход, или в какую-то страну поехать, что ты думаешь бытие принять в твое сознание, я хочу сказать, не иди туда. Ты не найдешь там процветания. Процветание это образ твоего мышления. Это вообще странно не связано. Это даже с бизнесом не связано. С полом не связано. С возрастом не связано. Это вообще не связано. В Америке можно в Беларуси процветать, в Украине, а можно в Америке или в Европе быть нищим и прятаться, как девочки говорят. Прятаться. Поэтому идеи имеют последствия. И то, что происходит на Украине, друзья мои, это, но вот эти вещи нехорошие, потому что идеи. Но это такая реальность. Она страшная. Это реальность сегодня. Она неприятная. Но эту реальность откуда она пришла? Как вы думаете, это реальность сегодня? Она была реальностью. Это реальность принесли люди, которые жили там сколько лет тому назад? 50, 60, 70 лет тому назад. И мы сегодня живем в этой реальности. Вы согласны? Хотя многие не знают об этой реальности. Иисус Христос, Он дал один раз учение. Он посмотрел на учеников и говорит, вы, конечно, разбираетесь на фарисеев. Вы говорите, что когда небо красное, будет дождь. А вы понимаете, в какой реальности вы живете? То есть мы, как верующие люди, должны понимать, в какой реальности живет наша страна, каким духом она руководится. Чтобы понимать, что она в этом время делает. Потому что в какой будет реальности жить наши дети завтра, зависит от кого сегодня? От нас. То есть реальность завтрашняя. И я начал немножко узнавать реальность Белоруссии своей. И что такое видение? Вы слышали слово такое видение? Оно модное, очень много говорится об этом. Что такое видение? Библия говорит о том, что без откровения свыше, а слово откровение, это греческое слово видение, народ не обуздан. Слово не обуздан, это тоже слово, оно переводится буквально народ голый. Это слово говорит голый или распущенные волосы. То есть когда у человека нет видения по-настоящему, он голый. Поэтому он прячется в рыбалку, в рестораны, в религию может спрятаться. У него нет видения. Когда у человека нет видения, он голый. Не, он одетый, конечно, в какой-то понты. У вас есть какое слово понты? Это маленькие рожки у оленя. Ну, переводится. Понты. Ну, нам нужно иметь видение. Вы хотите иметь видение? Мне очень понравилось. Один мой друг говорил, Светлана, с нее поправьте, Светлана, последний раз, помните, Польшу. Он говорит, что видение, это духовный образ будущего, основанный на чем? На реальности. Ну, но, как правильно, на реальность, на реальничных обстоятельствах сегодняшнего дня. И я хотел бы сегодня вам дать некоторую статистику. Она может быть немножко неприятной. Или как бы, ну, понимаете, ну, но, чтобы нам иметь видение, нужно посмотреть на реальную картину. В Бразилии один раз начальник полиции вызвал пасторов крупных церквей себе в участок, потому что они так не хотели приезжать. Он их по повестке всех вызвал, крупных церквей. Ну, и говорит им, привет. Как дела? Они говорят, вау, пробуждение. Церкви растут. Бесы убегают. Руки отрастают, ноги вырастают. И что там еще? Ну, все круто просто. Он говорит, отлично, молодцы, поздравляю вас. И показывает им картину, что происходит в Рио-де-Жанейро ночью. И статистику показывает. Сколько за время пробуждения, как деградирует страна. Они сидят такие, ну, понимаете, первый раз это видят. Потому что они живут в другой реальности. С одной стороны, это и хорошо, конечно, жить в этой реальности. Но мы должны обрести целостное мировоззрение. Потому что что сделал Карл Марс? Опасную вещь. Он секолизировал. Он Бога убрал. Потом вообще его вычеркнул и оставил весь материальный мир. Поэтому иногда нам сложно понимать такие фразы, которые вы прочитаете. Что такое человеческий капитал? В принципе, автор очень пишет хорошо в этой книге. Что такое социальный капитал? Потому что мы понимаем, капитал это машина, хата, деньги. Ну, правильно же, да? А социальный капитал? Вот мы сейчас собрались на собрание в субботу. Знаете что? Мы обогащаемся социальным капиталом. Мы пойдем в ресторан сейчас. Мы друг дружку обнимем. Мы вчера с Олежкой целый день пробежали. Мы не просто я потратил время какой-то, знаете, ну, никакой прибыли нет. Я приобрел огромный социальный капитал. Мы со Светланой с Глебом уже 18 лет капитал социальный имеем. И если имеется социальный капитал, как вы думаете? Невидимый. То рано или поздно из невидимого что произойдет? Физический капитал. А как вы знаете, что важно? Невидимый капитал или видимый капитал? Невидимый, потому что из невидимого происходит видимое. Вот. И Я отошел куда-то. Какую мысль ввел, Ериша? А? Статистика. Да. И, да, спасибо. Я просто, я уже дедушка, мне 50 лет, поэтому я иногда забываю что-то. Поэтому мне поправлять. И, в общем-то, он говорит, что будете делать? Он говорит этим пастырам. Слава Богу за пастыров. Они говорят волшебное слово. Есть два волшебных слова страшных. Это не знаю, и я подумаю. Это самые страшные слова, которые... Если вы говорите такие слова, это вы попались, короче. То есть, ну, они говорят, не знаем. Или второй, мы подумаем. Ну, хорошо. Он молодец, начальник полиции. Слава Богу за него. Он закрывает их в кабинете и говорит, будьте до утра думать. Составляйте бизнес-план. Что будете делать? Утром приду, расскажете, что будете делать. Думайте. Я же не против. Потому что я подумаю это, знаете, всегда. Ну, что думаете? Что ты не придумал еще? И, в общем-то, вот такая картина получилась. И когда я взял статистику своей страны, знаете, я покаялся в 93-м году. И, ну, я много статистик брал. И одна из статистик, что за 20 лет вот в Беларуси, например, женский алкоголизм вырос в три раза. Я не беру другие там разводы, я не беру браки, я не беру смертость, я беру индекс нищеты, алкоголизм. Алкоголизм первое место в этом году занялся, 13-й год в Беларуси, чтобы вы знали. Я это не беру просто. Женский, я не знаю, у меня пять дочерей. И для меня это просто видение основано на чем должно быть? На реальных вещах. И я читаю, вот смотрите на меня. Я, как сказал Сергей, такой пастырь Юра, бизнесмен, мажор. Хожу в церковь, конференции. И вот моя деятельность в моей стране привела к тому, что в моей стране женщины в 300% стали больше пить. Потому что их бросают мужчины, потому что они никому не нужны, потому что они в депрессии, потому что они такие сильные. Это статистика, а я как подумал, а сколько женщин тихо спивается в тихаря, которых никто не видит, и мне стало страшно. Верующие, слава Богу, пою псалмы. Позор. Я должен оказался женщиной Беларуси. Я должен женщинам. Я должен просто мужчинам. Я должен. Потому что я знаю, что почему женщина пьет, почему мужчина бросает женщин. Потому что у них в голове мировоззрение неправильное. У них в голове неправильное мировоззрение. У них не надо судить о неправильном мировоззрении, потому что я не знаю, кто я. Ну, что? Да. Я хочу, чтобы мы понимали, чтобы мы стали новой элитой этой страны. Чтобы мы понимали, чтобы мы получили видение все в это утро. Видение. Основанное на реальных вещах. Потому что без видения мы голые, мы необузданные. Нам неинтересно молиться. Нам нет смысла. Я вообще не понимаю, если нет видения, какой смысл вообще. Не то, что какой смысл. Не хочу обидеть никого. Потому что я недавно сказал в церкви, но они обидели с ними. Как-то мне правильно сказал. Я, как-то правильно сказать, чтобы. Я думаю, что смысл больше придает и молитве, и чтению Библии, если у тебя есть видение. Понимаете? Потому что эти мордахи и леви ходят. Может, сегодня здесь сидит мордахи и леви. Который вроде верующий. Иисуса любит. Он стихи писал. А потом сказал, я тебе, Господь, отомщу. И написал. Вставай проклятием заклейменных. Весь мир голодных и рабов. И он действительно отомстил. 250 тысяч лежит возле моего офиса интеллигенции. Он отомстил. Белорусам точно отомстил. Его идеи. Он, Карл Марс, умер 150 лет назад. Но его идеи что имеют? Последствия. Запомните. Идеи имеют последствия неизбежно. И мы должны принести новые идеи в Украину. Мы должны принести новые идеи. Новые идеи, которые будут иметь последствия. Итак, давайте я по-украинским уже, по-украински дам вам мысли. Сошлюсь на вот эту книгу. Вам дам некоторые вещи. Но это, я вам говорю, статистику. Не чтобы напугать вас. Не чтобы какую-то веру угостить. А чтобы сделать нам вызов всем. Только для этого. Мы по данному дню объединены. У нас работа появится. И мы скажем, я должен. Хотя это не популярно в мире. В гуманной психологии это просто самое опасное слово. Я никому ничего не должен. Я сколько ни посещал всяких тренингов, тренеров, бизнеса. Там слово должен, это сразу тебе. Все, расстрел на месте за это слово. Все, кто психолог, я не знаю, о чем я говорю. Ну, Павел так сказал. Вот я не знаю. Это, конечно, внутренние обязательства. Я не могу на тебе написать, ты должен. Это какое-то личное, внутреннее, приватное обещание. И я просто был потрясен. Я человек, не знаю, я люблю статистику, поэтому прошу вашего внимания, некоторых информацию. Но мне было приятно, что когда я делился некоторыми такими мыслями, даже мой друг Саша, он сказал, что Юра, ты такую статистику дал, что у меня моментально видение появилось. Какая-то страсть приходит. Потому что если нету страсти, так вот и живем туда-сюда. Смотрите. Есть такая компания WVS. Это изучающие изменения ценностей. И эта компания, она проводила выборочные исследования шестью волнами. С 1981 по 2013 год. То есть это сколько лет? 32 года. 32 года компания проделала исследования. Понимаете вообще? То есть группа людей, финансов было затрачено, чтобы провести исследования. И эта группа людей, она и сделала исследования, и они охватили 90% населения Земли. Вы представляете, какая работа? Просто я вам это говорю, чтобы вы поняли вес сейчас моих слов, которые я вам скажу. Они произвели эти вещи, они думают, как вообще, как людям жить хорошо? И они сделали такую вывод, гипотезу, что именно ценности убеждения обычных людей являются определяющим фактором развития этих стран. Ценности и убеждения обычных людей являются главным определяющим фактором для развития этих стран. Все. 90% стран, 33 года, 32 года. Как вам вообще это? То, что мы делаем, я хочу вам сказать, это для нашего собрания субботничнего. То, что мы делаем, это является главным фактором развития нашей страны. Суббота. Собрание, общение. То, что мы делаем, женой университет, обучение. Твое, твое. Это не просто ты, потому что, знаете, думаешь, проводишь какое-то обучение. Кому это надо? Вот эти люди что-то решают. Вот надо кредиты достать. Ни кредиты МВФ, ни поддержка НАТО, ни вооружение, ни реформы, ни законодательная база является. Но главным фактором, определяющим развитие страны, являются ценности и убеждения обычных людей. Сколько у нас работы. Ну и он дает такое, знаете, в этой книге, я думаю, что вы больше получите от меня информацию, я вам дам просто некоторые мысли, что он говорит по поводу ценностей, которые у нас в наших странах. Отдельная тема, почему эти ценности? Это история. Это мировоззрение обратное. Потому что мы, ну, решили не заниматься страной, решили, ну, понимать, что я могу. Ну, я женщина, я мужчина. Мардахей Леви был маленький еврейский мальчиком. Он вообще ничего не делал, он просто написал свои идеи. А Ильич их подхватил и принес последствия. Поэтому нам нужно писать книги. Нам нужно проповедовать проповеди. Нам нужно открывать университеты, группы, ячейки, клубы, что угодно. Идеи имеют последствия. И не просто открывать, мы должны четко понимать христианские ценности. Мы должны понимать, что Иисус Христос, это не заплата. Это не просто какой-то бренд. Это не просто какой-то, знаете, неве моды. Это основание, единственное основание для будущей Украины. Это единственная, вообще, это единственная сила, которая способна изменить мышление человека. Мы это лично знаем. Я даже сегодня молился, им плакал. Говорю, Господь, я говорю, как у меня, что мне делать? Я говорю, я же отложил себе свои мечи. Потому что мне так хочется взять меч, когда на Украине все это вижу. Говорю, помоги мне. Боже, мне так кажется, что молитва это слабо. А Господь говорит, нет, это не слабо, Юра. Мне иногда кажется, что слабо. Мне хочется взять и уже, говорю, Господь, дай-ка мне, потому что у меня кипит. Ну, я просто, я все эти, сколько уже, полгода, вы не представляете, мы в Беларуси ложимся и встаем, говорят только об Украине. У нас нет другой темы для разговора. Мы не то, что, мы, я не должен вам передать, мы, и мы понимаем, что Украина сейчас просто мировоззрение, которое за нами стоит, оно победит просто, это советское, это советское, как его назвать, это совковое. Итак, дам небольшую вам статистику. Сейчас, 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 извините, извините. Я наизусть помню, чтобы быть точным, я уже. Что-то у меня прямо вот вылетело оттуда. Ну, ладно, я скажу, что просто вылетело, вот было только что. Электронное у меня, бумажным там отмечено все в книжке. Сделали исследование в Украине, и 70% украинцев. А что является главным фактором для развития страны? Ценности и убеждения кого? Обычных людей. Вы должны это понимать. Почему? Потому что компания, там, можете проявить ее компетенцию, сделала, если исследовать. Что делать успешно в нашей компании, в нашей фирме? Ценность и убеждения наших партнеров. Они сделали исследование украинское, эта компания сделала исследование украинцев. 70% украинцев готовы переступить через любые ценности ради личной наживы. 50% украинцев вообще не понимают, в чем дело. 90% вообще никуда не хотят платить. То есть пассивные. И там так далее, и так далее. Я не говорю уже о внутреннем валовом продукте, который там настолько минимальный, что даже если коррупционно увеличить его в два раза, ну, понятно, что... Ну, не показывают в Украине все налоги. Коррупция. Ну, даже, но у них есть схемы, что коррупции не может быть больше. То даже преувеличение в два раза, это получается ВВП меньше, чем даже в Белоруссии. Я когда эти цифры ввел, я просто не мог поверить в это. Меньше, чем в Белоруссии, Латвии, Литве, не говоря уже о этих странах. Молдавии. Понимаете, что происходит? Потому что процветание никогда не было связано с деньгами. Прответание было всегда связано с мышлением. Библия говорит, что народ блажен, благословен, когда он именно понимает Бога. И Откровение 21 глава. Давайте почитаем. Откровение 21 глава. Это то местописание, которое мы сейчас подойдем к хлебопреломлению. И потрясающее местописание, которое дает мне вызов каждый день, как христианину. 21 глава. В конце. Там описывается о храме, в котором мы когда-то придем. Помните? О небесном Иерусалиме. Помните, да? Мы всегда придем, там будет... Там будет... Меня все нашел, нашел. Там будет и золото, дороги там и так далее, и так далее. И написано, что храм же я... 22 стих. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Сидержитель, храм его и Агнис. И город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освещения его. Потому что слава Божия осеняла его, и светильник его Агнис. 24 стих. Смотрите. Спасенные народы будут ходить во свете его. Цари. Спасенные, да. Народы будут ходить во свете его. И цари земные принесут в него что? Славу и честь свою. Ворота не будут запираться ни днем, и ночи не будет там. И 26 стих, который просто потрясает меня, который не дает мне спать день и ночь. 26 стих. И принесут в него славу и честь народов. Украина. Неужели мы принесем туда эту статистику, которую сегодня мы имеем? Это не нужно нашему Богу. Неужели мы принесем Беларусь с первым по алкоголизму? С женским алкоголизмом? С, я не знаю, страшными разводами, с суицидами? Я думаю, что с сегодняшнего дня у нас должен быть новый вызов. Мотивация. Давайте принесем к нашему Иисусу славу, честь нашего народа. Давайте принесем славу Украины. Украина это другая страна. Украина будет настолько благословенной, что она будет весь мир благословлять. И принесет Украина славу и честь своему народу. Отец, мы благодарим Тебя за эту благодать и милость, Господь. Как сейчас я бы призываю? Раздаемся? Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам самую главную ценность, Господь. Что Иисус Христос кровью...